МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Полет на земле". Завораживающие танцы в их исполнении. Брат и сестра-двойняшки. Кто направил на творчество? Какие казусы случались на сцене? Их профессии, родственное притяжение и невероятные откровения. Через мгновение в студии и я, Филипп Валов и Ульяна Белоградова. Филипп и Ульяна, добрый вечер. Здравствуйте. Рад приветствовать вас сегодня здесь, у нас в студии. Добрый день. Здравствуйте, Демофей. Нам очень приятно, что вас пригласили. А знаете, я не мог вас не пригласить. Мне тоже очень приятно вас видеть. Почему? Потому что я, откровенно вам скажу, наблюдаю за вашим творчеством. Вот сейчас как-то вы немножко пропали. Мы сегодня с вами выясним пандемию или какие-то другие обстоятельства сложились в жизни. Но это искусство, то, что вы дарите зрителям, это здорово, это прекрасно. Мы уже раскрыли эту тайну. Вы не друг с подругой. Вы брат и сестра, и вы еще и двойняшки. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы гордостью то, что вы, можно сказать, одно целое? Или все-таки вот у меня день рождения, к примеру, в один день, и это как проблема с детства вспоминается? Ну, для меня лично это вообще-то радость. И огромное счастье. Я всегда чувствую себя полноценным и счастливым, когда Ульяна рядом. И чувствую, что чего-то не хватает, когда Ульяна уходит, допустим, ну, сейчас она уже как мама. Она больше с мужем и с своим ребенком. И вот сейчас я поначалу, когда даже она вышла замуж, я чувствовал какую-то пустоту внутреннюю. И я ощущал, что что-то происходит. Половина Филиппа отрезали. Да, как отрезали. И у меня в душе пустота. Да, я даже помню, когда они переехали, я первые дни, я ночевал у них. Да, я ночевал у них. Боже ты мой. Как супруг отреагировал, пришел. Не, наоборот. Как женился на Ульяне, а тут еще и Филипп теперь. Такой бонус, да. И когда был еще у нас, вот у Ульяна с Димой, нет, он вместе, да, мы вместе поехали. Я был, он назвал меня младшим сыном. Ну, так, можно сказать, про прикол нашел. Ну, то есть это нормально для вашей семьи. Потому что мы вот от рождения и вот по сей день мы всегда все делали вместе. Вместе взяли за одной партой, ну, вместе ходили в садик, на тренировки вместе, с тренировки вместе, на соревнования везде вместе. И потом такой период, когда мы уже возрослели, уже как бы своя жизнь началась. Но вот эта связь, она неотделима. И до сих пор, да, действительно, когда мы вдвоем, я вот чувствую какую-то уверенность, поддержку. Несмотря на какие-то его обстоятельства. Ну, может, ты не ревнуй, вот я чего хочу спросить. Нет, Дима, моему супругу, он спокойно к этому относится к юмору. Он все понимает, он понимает, что мы действительно с детства всегда вместе, мы всегда дополняем друг друга. Даже вот в уроках, когда мы делали, я всегда делал, допустим, ну, математику, к примеру, а Ульяна русский. И мы друг другу, допустим, потом помогали. Ну, уважаемые зрители, это счастье великое, на самом деле я об этом знаю тоже, потому что у меня брат-близнец есть. Но здорово, один русский, другой физиолог, химию, да, и уроки в два раза быстрее, да, были готовы. А вот вы постоянно говорите о том, что благодарны своей бабушке. Если не ошибаюсь, в 5 или в 6 лет вы стали заниматься танцами. Это все она? Да, я считаю, что это все благодаря ее упорству, ее ревению, ее желанию, чтобы мы вместе танцевали и развивались. Однажды она вот увидела на экране, на первом канале показывали программу, точнее не программу, а соревнования Куба Кремля. Тогда очень было распространено бад-барный танц на большом экране показывать. И она всегда мечтала, что нас увидеть на таком, ну, на таком событии, на таком мероприятии. И действительно не стало вопроса, куда нас отдать, потому что мы из одной семьи, как раз мальчик-девочка, это очень удобно, водить. Партнера искать не надо? Да, партнера искать не надо, партнершу тоже. И вот так вот она нас отдала, и вот до сей день она вот идет, как бы сказать, как нас мотивирует, отталкивает. И как вот она сказала, что когда вот мастера спорта вы защитите, тогда я уже как бы... Успокоюсь. Не то, чтобы успокоюсь, но тогда вот как бы не то, чтобы миссия, но вот ее желание исполнено. Но вы же защитили мастера. Да, мастера спорта мы здесь защитили. И вы было же получено, что ты потом в декрет, если не ошибаюсь, да? Нет, потом мы еще закончили танцевальную карьеру, именно спортивную, сшили по месте. То есть еще танцевали два года, да, два года на городских мероприятиях, на выступлениях различных, и потом вот это. И потом и все, да? Да. Ну я хочу, можно от тебя добавить, что бабушка всегда нас дисциплинировала, всегда она была таким мощным стержнем лично для нас. И всегда, когда у нас что-то не получалось, мы понимали, что бабушка нас зарядит, поможет, направит. И вот этим нужным словом лично меня она всегда вот наставлял. И до сих пор день, до сегодняшнего дня она для меня действительно такой, ну, эталон дисциплины в первую очередь. Ну и здорово, и привет огромной вашей бабушке, спасибо ей за то, что она вас направила. Как вы считаете, это талант или это можно просто развить танцы? Вы же тут, по-моему, не сильно-то и выбирали, у бабушки появилась вот эта вот супер-мечта, и она вас, ну-ка, пошли. Талант все-таки? Все-таки, нет, мне кажется, это труд. Лично в нашем случае это труд. Потому что, да, мы такие, у меня нет такой прям способности, и я не супер-гибкий, не супер, там, такой, ну, музыкальный, может быть. Что-то как есть? Яна посмотрела, наверное, не согласна с ними там, да? Хотя, ну, вот бабушка и мама говорили, что я якобы с детства уже там, ну, пританцовывал, там, когда услышав музыку, я начинал невольно двигаясь ногами. А вы сходство видите вообще друг в друге, внешнее? Ну, я могу сказать, что в каких-то манерах, взглядах, интонациях бывает, ну, прям такого... Похоже, нет, уважаемые зрители. Вам слышите? Похоже, похоже, говорят люди. Такое сходство не замечает. Такое не замечает. Больше мы, да, действительно, мы дополняем друг друга. Дополняем друг друга? Ну, и давайте не будем томить зрителей. Пока, для начала, мы посмотрим с вами маленький фрагмент вашего выступления. И за это время мы сделаем небольшое чудо, уберем стол и попросим вас танцевать живую. Внимание на экран. ПОЁТ Ну, действительно, вот только аплодисментами стоит наградить вас за ваше творчество. Вот, уважаемые зрители, у нас уже нет стола, и не случайно его нет, потому что, ну, подарите нам уже вживую этот праздник, я думаю, с удовольствием посмотрим. Сегодня специальную какую-то композицию выбирали или, то есть, что пришло на ум? Ну, так, как с промтом. Ну, наша любимая песня, ну, моя любимая песня. Просто стинг, классика. Никогда не надоест. Ну, давайте представим, что это наша сцена. Трихнем старинной. Да. Пожалуйста. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вышли замуж? Три года назад Я со зрителем поделюсь небольшим секретом Наша ведущая спортивных новостей Елена Белоградова Это, собственно говоря, сноха Собственной персоной здесь Вот и поделитесь с нами Какая Елена Александровна Она была здесь у нас в студию Немножко тоже про вас рассказала Как она заботится И как она радостно переживает В этот волнительный момент Становления бабушкой Какая наша Елена Белоградова Свекровка, да? Ну, я так Таким словом не называю Что, ругательное? Да, для меня Ну, нет, не ругательное слово Но такое какое-то Ну, что ли, не совсем теплое По отношению К Елене Александровне Я называю уважительно По имени-отчеству Вот, но сейчас Как появление внучки Сама Елена Александровна Просит называть ее Бабуся Ленуся Не бабушка Лена Бабуся Ленуся Она об этом же у нас говорила Вот здесь в студии Да Сын говорит Баба Лена, баба Лена Я говорю Не надо меня Меня надо называть Ленуся или бабуся Как бабушка Она очень такая Внимательная Она прям Ну, можно сказать Растворяется Внучке Любит побаловать Не без этого Ну, она сюрпризница Та у нас еще Ну, в общем Повезло, да? Вы считаете вам Простите бы Я так и назову Свекровь Повезло Ну, и здорово Тут так волновался Думаю, сейчас как она говорит Да, она у вас Вон только с телевизора Такая хорошая рассказала Здорово Можно я немножко О тебя тоже добавлю Просто мне кажется Она добавлена Каким боком? Елена Александровна Вот, ну, лично для меня Всегда оказалась таким Ну, прям Не то чтобы прям Муза там Екатерина Стрижина Якобы, Павлодарская Но когда вот Мы поближе Начали знакомиться Она, ну Во-первых Она Оказалась такой Простой Да Очень житейской Человек Который Вот, есть такое выражение Self-made person Который человек Сделал себя сам Вот, от низов До, вот Олимпа Скажем так Вот Или Вот, вот Так вот Такой человек Поэтому Это идеальный пример Для подражания Лично для вот Меня Потому что Очень много Ну, вот У меня было ожидание Что она такой К ней не подойти Вот так вот Ну, примерно Вот у меня такое выражение А вот сейчас Она прям такая Ну Лично для меня Открылась с другой стороны Да, ну Мне вот Почастливилось Быть на вашем Торжественном мероприятии На вашей свадьбе Я В восторге Был просто И уже тогда Чувствовалось Что все-таки Какая-то Забоводливость Какая-то Определенная И Слава богу Что так сложилось Вот К языкам Давайте с вами Пойдем Вы филолог Русской филологии У вас, да У вас В общем Школа На этом у вас Закончилась Танцы У вас С вами остались Выше образование Вы получили По разным Профилем Филолог И политолог Никто Никого не тянуло Давай со мной Нет Такого не было Так как Филиппу с детства Не с детства А вот Со школьных лет Нравится учить Казахский язык И Я тоже думала Что он тоже Будет какое-то В этом направлении Но Ему очень Нравился Педагог по истории Сергей Николаевич Джор И он как-то Его заблёк Увлёк Что он решил Поменять профессию Ну Не поменять профессию А поменять свой профиль И вот Учить историю А мне нравилось Всё время Русский язык Литература Особенно Читать литературу И я решила Что Поступлю на филфак Во время учёбы Конечно Были очень много Трудностей Потому что Преподавательный И наша кафедра Была очень сильная Очень мощная Нам нужно было За один день За выходные Прочитать К примеру Войну в мир И сделать полный анализ И по мне Параллельно Мы ещё танцевали В общем Было достаточно Ну не просто Но сейчас вспоминаю На красный деклом У вас Да, если не ошибаюсь Нет, у меня К сожалению Синий Синий Да В этом плане Не большая Не справедливость Потому что У тебя красный Грузили Русский язык Русский язык Русский язык Литература А мне вот история Никто вас Не поталкивал На этот Выбок Не получится ли так Что диплом Мы ради диплома Не та ситуация Я тоже Анализировала Эту ситуацию Как так Что мы отучили Столько сил Столько Вот потратили Нормально у них Там много Мощные Да Вы говорите Здорово Хотя филология Тоже согласна Абсолютно Хотя бы Как красиво Сейчас мне кажется Что это Такое Неблагодарное дело Именно даже Я смотрю Как педагоги Наши учат Потому что Ученики И студенты Они такие Как мне кажется Сейчас они Не совсем благодарные И это не такой Неблагодарный труд Я считаю Потому что Если ты сам хочешь Хорошо учиться Да Ты будешь учиться А если тебя кто-то Составляет Либо Под палкой Ничего не получится И Вот Вот мы с Димой Тоже Мы же вместе учились Да Там же вы и познакомились Да Там же познакомились Хотя когда мы вместе учились Мы так близко не общались Просто были как Ну как хорошие Товарищи Однокурсники Однокурсники Да Ну вот я всегда вспоминаю Тот момент Что Нас преподаватели Учили не только Вот Ну там Отсих до сих Анализ произведения Анализ стихотворения Но она Но они это все Переносили на жизнь Вот смотрите Как у вас в жизни Смотрелась Да На сегодня Парту Как в жизни Нет В плане того Что смотрите Вот как в жизни Человек поступает Как нужно делать Как нельзя И мне это очень нравилось Потому что мы могли Ну вот До таких Там высот Дойти На литературе Ну ладно Ну ладно Что там Что там Как у вас Получилось Мы просто Однокурсники И Ну на самом деле Мы да Мы не общались Так близко Просто были хорошими Однокурсниками Были различные У нас мероприятия Где мы вместе ходили У нас была группа маленькая Шесть человек И мы вот так Очень сильно близко общались До сих пор общаемся И только спустя два года Мы как-то начали переписываться Какие-то общие темы Во все такие И начали Ну так вот Как встречаться Как пара И любовь И быстро замуж Выскочила Нет Не быстро Мы еще три года Дружили Ну все Нормально Нормально А этот Холостяком ходит Вытанцовывает За своей С сестрем Я вот сейчас Вот смотря на то Что мы с Ульяновым Очень долго вместе Вот может быть Это повлияло на меня Я вот ищу Такую же половинку Как у седьмая сестра Вот в этом плане Это вот Ну вот Я считаю Что если у меня будет Такая жена Это будет идеально Ну и здорово И здорово Поэтому я еще Из Дип Жирман Ищу Ну я языками увлекся Если не нажимаешь У тебя там В школьные годы И какие-то Вероприятия Конкурсы Да Олимпиады И прочее Да Я начинаю С детства С раннего заинтересовался С девятого класса Я вот был Девятый Десятый 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 Класс Я был стабильно Бронзовым призером Областной олимпиады По казахскому языку Просто вот Вот эта Заинтересованность Вот Наш предпроводатель По казахскому Турсон Каримовна Она И песнями И стихами И вот Какими-то Выражениями Интересными Потому что Мы не просто Изубрили Грамматику Допустим Коптык жалгау Там Сиптык жалгау Или Нет Такого не было Мы Во-первых Погружались в литературу В искусство Мы изучали Музыкальные инструменты Это все У нас Как-то Заинтересовало У нас Мы прям Бежали На урок Казахской А не было Такого Что мы не хотели Да У меня Плюс Это все Проснулось Ага Ну и любимое Произведение Твое Что прочитаем Сегодня На казахском Путешествие Ну да Можно спеть Можно спеть Да Можно спеть Просто Да Я Просто За счет Потому что Я увлекался Танцами Я вот Может быть И музыку Полюбил А музыка Казахского Народа Она многогранна Особенно Сейчас Даже Можно сказать И И поп Они же По всему миру Известны Что исполнять То будем Можно Исполнить Песню О друге Давай Вот есть Я просто Такую Вставочку Произнесу Просто Есть такое Выражение Жил досыков Тан У лжасыков У кого Много друзей У того Много пользы И Тому Вообще В жизни Везет И вот Песня О друге Мне кажется Все ее знают Из деген Дет Абылатым Касын Кюн Или Бар Кузгал Да Яшил Ган Көриспесек Сағыныштан Жудейдем Күмбар Жақын Балы күнгі Досын Жан Досын Үстем Болсын Мерей Эр Қашан Женісін Дә Көрей Сырымызда Бұтпесін Жырымызда Бұтпесін Сырымызда Бұтпесін Я, конечно, не могу петь, как Димаш Кудаберген Есть, там же куча всяких подразделений Или по направлению, скажем так Что это? Ну, данная йога, которой я занимаюсь, называется универсальная йога Ну, она вовлекла меня активно в период пандемии Особенно Потому что Заняться Да, элемент принятия, он вообще идеальный для йога Позволяет тебе принимать вот ту ситуацию, которая происходит сейчас с тобой Фигизм, что ли, даёт? Ну, можно сказать, немножко да Элемент фигизма Ну, позитивный фигизм такой Ну, и я знаю, что ты там у нас можешь и на голове постоять, и паучком поползать Что сегодня? Мы специально не поставили бокалы, вот во второй части нашей программы Вот этот тебе стол Проверим качество стола Заодно Качественные А можно попробовать, да? Ну, обещали, во всяком случае, когда делали Прямо встать на него? Да как можно? Ну, можно я немножко встану? Так 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 Оф Вертельный номер Нужно ещё вот И во время карантина можно вот так заниматься пофигизмом, да? Ну, там, конечно, ни о чём не будешь думать, только лишь бы не шлёпнуть Да Нужна концентрация Отключить нужно внутренний диалог Ага Практически То есть ты это сейчас делаешь, да? Вот так И сейчас в нос мне ещё заедешь ногой Диалог-то отключили? Да, всё отключил, всё нормально Думаю, неплохо Ну и здорово Здорово, всё Спасибо На мастер Это уже для себя абсолютно Да, это для себя Ты сам с собой, отключаешь все диалоги и тебе комфортно Это развитие и гибкостей, и сил в руках И также это, ну, влияет на мышление Более такое спокойное Скажем так, не без тревог, без суеты Гармония Гармония, да Гармония Ну, на сегодня спортивная карьера Вы мастера, да, спорта, насколько я понимаю Какую вы степень получили? Мастер спорта, республика Казахстана Да И это вам даёт право заниматься преподавательской, да? Уже деятельностью тренерской, да? Да Уже в профессиональном плане выходить на какие-то подмостки, да, скажем так Ну, кроме, если вас куда-то пригласят Всё, крест поставили полностью Ну, именно на спортивной карьере Именно наш дуэт уже прекратил существование своё Потому что, как, я уже начинаю много подавать И, как, можно сказать, себя ощущу в роли судейской То есть, как судья по танцам А Филипп, он хочет дальше продолжать танцевать И защищать Казахстан, ну, на международный А, ну, то есть вы Он хочет дальше продолжать танцевать Уже без пары? Нет, у меня есть пара Есть пара, да Ну, то есть ты сматывать удочки не собираешь? Ну, пока нет, я хочу продолжить Ну, мне кажется, ты ещё не определил себя певец, ты танцор Да, я волкинул поиск Тут ещё похожую на Ульяну Почему-то думаю, что тебе очень тяжело будет найти похожую На Ульяну, ну, ищи Пока ещё вам только 29 лет Интереснейшая пара, творчество Я имею в виду, была здесь у нас уважаемые зрители С удовольствием пообщался, узнал много чего нового И самый приятный момент, который я обожаю Просто эти секунды в эфире Валерий Михайлович, будьте добры, пожалуйста У нас программа заканчивается Ульяна, это вам Спасибо большое Смотрите, как вам подготовлены фильм как раз под ваш костюм Спасибо вам ещё раз большое, что были сегодня здесь у нас Будьте здоровы и счастливы Спасибо, очень приятное положение Спасибо, благодарим И на сегодня это всё С вами был Тимофей Голи Встретимся в следующую субботу на телеканале Ербисы До свидания Суббота на телеканале Ербисы Суббота на телеканале Ербисы Суббота на телеканале Ербисы Суббота на телеканале Ербисы